В новом составе Центра Сберкома пять новых фамилий. Своих представителей сменили Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, один новый член делегирован Советом Федерации, а еще один президентом России. Медведев трудоустроил в ЦИК Бориса Ибзеева, недавно отставленного с поста главы Карачаева Черкесии. В общем, достойных людей много, но председателем может стать только лучший. На должность председателя Центральной избирательной комиссии России выдвигаю кандидатуру Чурова Владимира Евгеньевича и прошу включить бюллетень для тайного голосования. Владимир Чуров руководит голосованиями уже четыре года. Это он обещал сбрить бороду, если выборы пройдут нечестно. В новом составе ЦИК появился с бородой, значит никаких фальсификаций не было. А еще в начале 90-х Владимир Евгеньевич работал с нынешним премьером в мэрии Санкт-Петербурга. С тех пор считает, что Путин всегда прав. В общем, альтернатив Чурову не нашлось. Члены Центра Сберкома выдвинули в председателя только его. Благостную картину испортил представитель КПРФ, который решился покритиковать кандидата. Я искренне сочувствую Владимиру Евгеньевичу. Он талантливый человек, который, вероятнее всего, не по своей воле попал в номенклатурную петлю. Целесообразнее для государства, избирательной системы использовать его таланты в сферах международного гуманитарного сотрудничества, выставочной деятельности, военно-патриотического воспитания молодежи. Представители других оппозиционных партий, которые тоже регулярно критикуют избирательную систему, с кандидатурой Чурова почему-то оказались согласны. В итоге за председателя проголосовали 14 членов ЦИК из 15. После объявления результатов старый новый глава занял свое законное место. Буду работать так, как работал до сих пор. И постараюсь работать еще лучше. Еще раз спасибо. Другие руководители тоже сохранили свои должности. Леонид Ивлев и Станислав Вавилов переизбраны замами Чурова, а Николай Конкин остался на посту секретаря ЦИК. Так что в ближайшие пять лет избирательная система будет работать так же, как до сих пор. Михаил Рубин, Евгений Брайлянча, Александр Буланов, Инфокс.